Теперь в Сирии разведданные указывают, что российская авиация нанесла сокрушительный удар по инфраструктуре террористов. На съемках с беспилотников видно, боевики исламского государства в панике пытаются перегруппироваться. Из радиоперехвата стало ясно, что они практически лишены боеприпасов и топлива. По данным Минобороны, за сутки наша авиация совершила более 60 вылетов, уничтожены 50 объектов. В последнее время интенсивность операции значительно возросла. С подробностями Георгий Алисашвили. На российской авиабазе сейчас горячая пора. Шасси только что приземлившихся самолетов сразу же заливают холодной водой. Тормозные механизмы приходится охлаждать вручную, чтобы как можно скорее подготовить машины к новым вылетам, которых становится все больше. Рост интенсивности боевых вылетов нашей авиации связан со значительным увеличением количества выявленных средствами воздушной и космической разведки наземных целей по всей территории Сирийской Арабской Республики. Сразу в нескольких провинциях Рака, Хама, Дамаск и Алеппо боевики отступают. И такая передислокация сил боевиков, которую фиксируют наши беспилотники, часто похожа на бегство. В Минобороны отмечают основные и самые крупные цели инфраструктуры ИГИЛ в зоне действия наших самолетов уже уничтожены. В районе населенного пункта Квайзер, провинции Алеппо, самолетами Су-24М нанесен удар по базе военной техники боевиков. В результате прямого попадания уничтожено более 10 единиц техники, в том числе 2 танка и 5 боевых машин пехоты. Начался пожар, укрытия, в которых находилась техника, полностью уничтожены. В районах, по которым работает российская авиация, в наступление переходят наземные войска Сирии. Накануне регулярная армия отбила город Бахса в провинции Хама. Еще вчера утром здесь стояли передовые отряды так называемого фронта Ан-Нусра. Это сирийский филиал Аль-Каиды. Ключевой фактор именно поддержка с воздуха, говорят сирийские военные. Сейчас на этом участке фронта боевики впервые за долгое время отступили и ведут снайперский огонь с прилегающих высот. Басха – это только начало нашего пути. Наши солдаты сейчас проводят зачистку. Очень много террористов остается в округе. Мы надеемся с ними справиться при поддержке российской авиации. На другом участке правительственные войска полностью освободили долину Кын. В этой зоне российские самолеты уничтожили командные пункты и склады вооружения боевиков. Долина, по сути, плацдарм для наступления на столицу провинции Идлиб. Оттуда открывается прямой путь на Алеппо, второй по значимости город в стране. Между тем, США решили пересмотреть программу подготовки бойцов сирийской оппозиции. Глава Пентагона Эштон Картер сегодня заявил, что Вашингтон будет помогать лишь тем группам, которые выступают против ИГИЛ. В Дамаске к этим словам отнеслись скептически. Решение американского президента о пересмотре программы помощи так называемой сирийской оппозиции скорее ставит новые вопросы, чем дает ответы. Прежде всего нельзя забывать, что у так называемой сирийской оппозиции только стилистические расхождения в образе жизни и взглядах по сравнению с ИГИЛ. А в остальном они такие же головорезы, просто меньше красуются перед телекамерами в черных балахонах. В свою очередь Россия открыта для сотрудничества со всеми, кто хочет бороться с террористами в Сирии. В Минобороны готовы координировать боевые вылеты наших самолетов с операциями сил западной коалиции. В Минобороны России подготовлен проект совместного межведомственного документа по мерам предотвращения возможных инцидентов в воздушном пространстве Сирии между военными самолетами России и коалицией, возглавляемой Соединёнными Штатами Америки. Данный проект был оперативно направлен по установленным каналам связи американской стороне. Ожидается, что стороны обсудят этот проект в ближайшее время. Консультации пройдут в формате видеоконференции представителей оборонных ведомств России и США.